Семен Пегов Может быть есть уже данные о пострадавших у тебя? Если судить по исходящим выстрелам и по приходящим разрывам, между ними больше 20 секунд проходит, вероятнее всего уже, судя по тому, который до этого у нас работает 120-ми минометами, судя по характеристикам, разрываются в основном уже 25 разрывов. Я слышал, это действительно самый центр Горловки, где находится храм, улица Ленина, улица Кирова. Как сообщили нам местные жители, которые опять же присоединились к нам здесь прятаться в подъезде от обстрела, есть попадание в районе продовольственного магазина. Возможно, там есть раны, но опять-таки же выйти отсюда и уточнить эту информацию, пока не прекратится обстрел, не представляется возможным. Что касается информации, периодически удается с перебоями выйти минимально в интернет, посмотреть, что пишут украинские СМИ. И вот было видно утром, что они говорили о своем контрнаступлении, однако мы контрнаступлении в сторону как раз Углегорска, туда к Дебальцевскому котлу. Отчасти нам удалось связаться с полевыми командирами ополчения, они отчасти эту информацию подтверждают, в том смысле, что рассказывают где-то там под Углегорском. Точно информацию не ложь узнать, сейчас прервалась, идет бой, колонна пытается прорваться в Дебальцевский котел, видимо колонна со снабжением, по ней работают танки ополчения. По всей видимости, ответ украинской стороны, вместо того, чтобы уничтожать своего военного противника непосредственно на поле боя, такой ответ идет по мирному населению, непосредственно по жилым кварталам. Я даже могу сказать так, я не знаю, для кого это секретно, ну, в общем, факт остается фактом, что здесь ни позиций, ни блокпостов, кроме продовольственных магазинов и обычных жилых домов, в этом районе ничего нет. Я вот сейчас могу, попрошу и передам трубку местной жительнице Оксане, она вот расскажет, как они в последние дни живут, в каком режиме, можно так сказать, потому что мы там в Горловке от всего. И было, в общем-то, вчера относительно спокойно, но, как рассказали местные жители, такая обстановка в последние дни достаточно регулярно. Передаю трубку Оксане. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Оксана. Действительно, хотелось бы узнать, как складывается ваша жизнь на протяжении, мы понимаем, что вам там тяжело, но вот в последние дни... Да, с 18-го числа, с половины девятого нашу жизнь превратили в ад. Причем, ну, вот эти перерывы, затишья, тишины, так называемые, они очень напряженные, потому что прямо в тишине прилетают снаряды. В прошлое воскресенье была абсолютная тишина, и в этой тишине прилетело 4 снаряда, как раз на нашу улицу. Один в соседний дом, там женщина погибла. И так постоянно, то есть нас дрессируют. Мы просто как, не знаю, ждем, когда это все закончится. И никто, ну, как бы нам помочь особо не может. Просто на свой страх и риск люди передвигаются, что пытаются делать. Ну, по возможности, дома сидят в коридорах в основном, спят в коридорах. У многих маленькие дети, у моей подруги двухмесячный ребенок. Они живут, они не вылазят из погреба. Ну, что это за жизнь? И, ну, как бы, никто не видит этому ни конца, ни края. То есть вы постоянно находитесь вот в такой, что называется, боевой готовности? Я на связи, это снова Семен на связи, коллеги. Я, ну, расскажу, что сейчас, ну, как бы, говорить становится все проблематичнее. Выстрелы слышим регулярно, и от разрывов вот приходится так подальше, поглубже прятаться. И, возможно, связь сейчас попадет. Семен, береги себя, обязательно будь внимателен и осторожен. Мы будем ждать от тебя последней информации. А я напомню, что на прямой связи со студией по телефону был наш специальный корреспондент Семен Пегов. Он работает в Горловке, который в эти минуты обстреливают украинские военные. Силовики применяют тяжелую артиллерию. И, возможно, в этой минуты обстреливают украинские военные. И, возможно, в этой минуты обстреливают украинские военные. И, возможно, в этой минуты обстреливают украинские военные.